Дорогой слушатель, Костя Суханов приветствует тебя! Многие писали мне, что в моей творческой копилке очень не хватает такого автора, как Дмитрий Мамин-Сибиряк. Я решил исправить эту несправедливость и записать для вас его серию «Сибирские рассказы». Именно по вашим отзывам, по вашим лайкам, дизлайкам, по тому, сколько людей будут делиться этими произведениями, я и хочу понять, действительно ли нужен этот автор его произведения. Ну что же, серия «Сибирские рассказы». Дмитрий Мамин-Сибиряк. Зверство. Горячий летний день. Река точно застыла. Изнемогающие от зноя собаки напрасно ищут спасительные тени по разным заугольям. Красиво дремлет на крутом берегу кучка домиков, спрятавшихся на вековом бару. У самой воды вытянулось деревянное здание, где чающее исцеление пьют железную воду и принимают ванны. Это провинциальные минерашки, забравшиеся на сибирскую сторону Урала. Местное название Курьи. Публика уже привыкла к ним и охотно их посещает, особенно благодаря удобствам, которые доставляет Уральская железная дорога. По ней довод рукой подать. Скептики клятвенно уверяют, что Курьинская вода не содержит ни одного атома железа, а верующие доказывают, что вода прекрасно действует. Мы знаем только то, что Курьи очень многим помогли, что они доступны самым небогатым людям и что, наконец, несколько деревень живут недурно благодаря наезжающим господам. В зной публика прячется по квартирам или бродит по парку, и только самые неугомонные и точные курсовые дамы торопливо пробираются к ванным. Мне не помогут никакие воды, но я верю в животворящую силу солнца и по целым часам брожу на припеке. Солнце все. Оно податель жизни, главный двигатель. Есть основания подозревать, что оно же и подчиневает многое, что мы, по свойственному одному человеку безрассудству, так последовательно и упорно расстраиваем. Но наше северное солнце скупое и приходится дорожить каждым солнечным днем. И так я иду по самому открытому месту, зной так и пышет. Сделав определенный круг по крутому гору, спускаюсь к реке и по пыльной дороге иду к парку, где так хорошо отдохнуть сейчас. Территория, собственно, вод, отделена от крестьянской земли деревянной изгородью. У главного въезда воротником стоит слепой парень, который молча кланяется каждому прохожему. На водах парень уже свой человек. Мне нравится в нем известное спокойствие. Он не пристает к прохожим, не конючит и принимает милостыню как должное. Приезжающих в лето набирается несколько сот, и если каждый подаст всего один пятачок, то получится изрядная сумма. Слепой парень, видимо, спокоен за свое существование. Тем более, что у него в руках призрак некоторой должности. Он затворяет ворота, чтобы не пускать в парк жадную деревенскую скотину. Нужно видеть тревогу этого слепого лица, когда со стороны деревни послышится торопливый топот бойких овечьих ног. Овца не корова, так и норовит прорваться через заповедную грань, и слепой ужасно волнуется, когда почувствует приближение вороватой твари. Не стало ей подлой травы в поле, так нет, дай пролезу еще в парк. Я иногда разговариваю со слепым человеком, который узнает меня по шагам. Да ведь много ходят людей мимо. Как же ты узнаешь? Спрашиваю я. Пря бык. А потом в жару ты один ходишь. Я вот тоже на солнышке-то люблю. Во, как жарит. В описываемый день я еще издали увидел своего знакомца слепого в большой ажиотации. Он размахивал руками и громко ругался с каким-то мужиком, который понуро сидел у самых ворот. — Уйди от греха! — кричал парень и пробовал стащить за руку упрямого мужика. — Мое место! Ишь, выискался тоже, ловчак! Проваливай, говорят! — А ты не тронь! — как-то равнодушно отвечал мужик, продолжая сидеть. — Жаль тебе место-то, ироду! — Уйди от греха, тебе говорят! Единственной свидетельницей этой сцены была босоногая и белоголовая крестьянская девочка лет семи, которая стояла посреди дороги и с детским любопытством ждала, что будет дальше. Мои шаги заставили воевавшего слепца утихнуть. Нехорошо при постороннем-то барине ругаться. Когда я подошел совсем близко, дело разъяснилось. Сидевший мужик также был слепой, следовательно, являлся конкурентом нашему курсовому слепцу. Это была профессиональная ненависть, как бывают профессиональные пороки и добродетели, даже профессиональная честь. — В чем дело? — спросил я, останавливаясь. — Гонит! — коротко ответил слепец-чужак. — И что я ему помешал? Слава богу, обоим мест хватит, еще даже от нас останется. — Да ведь я тут который год! — заспорил курсовой. — Я при должности состою. Обыщи себе свое место и сиди. Небось, я не полезу к тебе. Курсовой слепой отемнел еще в детстве. Может быть, он и родился темным. Так что еще его молодое лицо приняло типичность неподвижности. Слепец-чужак являлся уже калекой. Все лицо у него было обезображено, а вместо глаз оставались какие-то дыры. Но по подвижности этого обезображенного лица можно было предположить, что он таким сделался сравнительно недавно. — Как же быть в самом-то деле? — вслух подумал я. — Гонит Ява, — проговорила девочка, очевидно принимавшая сторону чужака, которого и привела. — А так и будет. Сяду и буду сидеть, — равнодушно ответил мужик. — Ежели разобрать, так мне здесь самое настоящее место. Что тебе, один как перст? А у меня семейство поди в деревню-то осталось. Себя воспитывай, да еще ребята. Это как, по-твоему? — От себя темнел. Так нечего и жалиться, — уязвил курсовой слепец. — А я урожденный. Моей причины никакой не было. Господь нашел. — И меня Господь нашел, спорил чужак. — Еще как нашел-то. — Ты недавно ослеп? — спросил я, заинтересованный этим спором. — Ай, второй год. По своей, значит, вине принял наказание Божие. С покорным равнодушием ответил он. — Ай, с земляком мы, значит, домой обращались с заработков. Идем это к себе в деревню, остается еще верст со сто. Известно, прохарчились, обносились, устали. Я и говорю, товарищи-то, скажемся бродягами. Это чтобы за тепло не платить и за харчи. Добрые люди бродяжек даром пропитают. Значит, для моей души спасение. Хорошо. Сказались мы бродягами. Попайло нам сразу. Тут покормят. Там пятачок подадут. А нас уж из совести совсем выше было. Набрали мы денег. Да в кабак. Да еще с собой полуштов водки. Приходим таким манером в деревню. И уж смело в крайнюю избу. Так и так, бродяги. Ходяин видит, что бессовестные. Только бы отвязаться от дорогих гостей. То-се собрали на стол поесть. А мы полуштов свой расщали. Поели, выпили и пошли дальше. Сыты, пьяны. Только эд-так отошли мы верстов с пять. А земляк-то и говорит. Эх, говорит, посудину напрасно оставили. Воротимся. Ну, идем мы это назад к деревне. А там дым столбом. Горит деревня-то летним делом. Только мы увидали дым. А навстречу уж мужики бегут. Вот кричат поджигатели, бродяги. Ну, какой тут разговор. Помали нас. И давай бить смертным боем. Били, били. Проволокли на пожарище. И хотели в огонь бросить. Да раздумали. Кто-то притащил купоросового масла. Да купоросным маслом нас и облили. Ну, конечно, мы без памяти стали. А они мужики-то на телегу нас, да к чужой деревне подбросили. Тут уж нас обыскали, значит, и по начальству предоставили. В земском лазарете вылечили. А потом мужиков-то, которые нас отемнили купоросным маслом, в суде судили и в Сибирь засудили. А нам разве от этого легче? И наши семьи засиротели. Да и у тех тоже. Обязали их будто воспитывать нас. Какое воспитание, когда у самих ничего нет. Вот какое дело, барин. За чужую милостыню нас господь нашел. Вечером, проходя воротами, я опять увидел только одного курсового слепца. А чужака не было. Где тот дальше неслепой? А, ушел. Куда ушел? Так, кто его знат? Ушел куда-то? Ровно через неделю я встретил слепца чужака на станции Уральской железной дороги Богданович. Он пытался попасть на поезд, но без билета его не пускали. Железная дорога не богадельня. Он так и остался на вокзале с протянутой рукой. Не нашлось настолько щедрого благодетеля, который заплатил бы за его проезд до города. Это была совершенно бесполезная попытка прорваться в такое место, где слепой человек может рассчитывать на щедрое подаяние. Его из города высылали уж несколько раз по месту жительства. В вагоне третьего класса, где вместе со мной возвращались из вод, из курей, еще несколько курсовых, зашел разговор о несчастном человеке. Одни жалели его, а другие порицали. Особенную жестокость проявил благообразный седенький старичок, по-видимому, дышавший голубиной кротостью. — Так и следует их варнаков, — повторял он настойчиво. — Не притворяйся бродягой. Милостыню-то не им варнакам подают, а богу леп-та. Вот теперь и казнись за напрасную-то милостыню-то, да и другим закажи. — Да-а-а! — То одна жестокость, — спорил курсовой отец диакон. — Наказание несоизмеримо с виной. Помилуйте, купоросным маслом выжечь глаза живому человеку. — Достаточно этого зверства среди мужиков, — присовокупил молодой кубчик. — Даже ужасное зверство происходит. Страшно рассказывать. — Про подкованную-то девку слышали? — Мне это верный человек, — сказал. — Как же-с! То же в деревне дело было. Девка-то гуляла, но ее свои парни и захотели поучить. — Привели в кузницу, поставили в лошадиный станок, и сейчас кузнецу подковывай. Тот туда-сюда. Они ему ножом пригрозили. Чтоб вы думали, ведь подковали, как лошадь хуют. Например, взяли подкову, накалили, и сейчас, например, к левой ноге приставили и гвоздями-ссс. Так, на обе ноги подковали и одну руку, а тут уж девка не стерпела. В станке померла-сс. — И по делам не плешничай, — подсказал благообразный старец. — Разврат-сс! Для нее же лучше. То есть для девки. Что, например, еще на земле приняла казнь за свои грехи. А громадный разврат идет теперь среди мужиков. Не говоря о заводях или городах, ослабел народ, в особенности женский пол. Их бы блуднить с этих самых всех купоросным маслом. Легенду о подкованной девке мне приходилось слышать в нескольких вариациях, но достоверность ее еще требует подтверждения. В настоящем случае важно отношение к такому факту посторонней публике. Благочестивый старичок напирал главным образом на чернить, на мужика, для которого требовал и кнут, и зеленую улицу, и за стенок, а публику в собственном смысле выгораживал. Что такое мужик? Зверь! Ораторствовал он уже с ожесточением. Посмотрите, что мужики по деревням да со своими бабами выделывают. Страсти господни! И вообще, зверства! Как окружный суд наедет куда-нибудь в Шадринск. Выербит. Глядишь, за две-то недели лет двести каторги набежит. Одним словом, варнак народ по здешним местам. А зверели все! Все-таки несправедливо платить зверством за зверство, возмущался кто-то в публике. Ее же мерою мерите. Возмерится и вам, отвечал старичок. Нельзя-с! Темнота! Я главным образом про мужиков выражаюсь, а не касаемо допрактикованных людей, которые имеют свое понятие. Мда-а-а! Одним словом, мужик-с! Все хороши! Взять хоть тех же купцов! Заявил неизвестный никому господин, слушавший до этого момента молча. Знаете дело купца Валина, который в Шадринске жену из ружья застрелил? Да-с! Положим, они пьянствовали вместе и человеческий образ потеряли. А все-таки... Она! Она ему всю рожу исцарапала, спорил старичок. Это значит Валину. А потом и говорит. Вот, говорит, ты послезавтра именинник будешь. Так покрасуйся с ободранной-то рожей. Но она не стерпел. Ну хорошо, я допускаю, что пьяные люди могут сделать все, согласился господин. Я даже не защищаю убитую. Оба пьянствовали, бесчинствовали и кончили уголовщины. Это между ними и останется. А вот что нехорошо. Зачем оправдали Валину-то? Мало того, что оправдали. Валин-то потом к оставшемуся после жены имуществу еще права на следство предъявил. Пожалуйте, говорит, мою седьмую часть. Где же, например, совесть? Это уж адвокаты научили. Поезд летит по слегка всхолмленной равнине. Вдали мелькают какие-то деревни, перелески и шахматы полей. Картина самая мирная, которая совсем уж не вяжется с жестокими разговорами. Наступает долгая пауза. Благообразный жестокий старичок глядит в окно и тяжело вздыхает, сокрушаясь об ему одному известных грехах. Споривший с ним господин задумчиво крутит усы и время от времени вызывающе поглядывает на других. Очевидно, его так и подмывает еще раз сцепиться с жестоким старцем и договорить что-то недосказанное, что его, видимо, мучило. Одет он прилично и вообще приличен. Только в серых выкачанных глазах светится что-то такое желчное и беспокойное. Одним словом, довольно распространенный тип человека, который не позволит наступать себе на ногу. Он попробовал завести разговор с диаконом, но из этого ничего не вышло. Диакон оказался таким кротким человеком, что соглашался уже вперед с каждым вашим словом. «Нет, позвольте-с», — говорил желчный господин, споря с невидимым противником. «Так нельзя-с». Конечно, мужицкое зверство возмутительно, но это физическое зверство, где человека убивают, режут, ослепляют, увечат. Ох, сравнительно это еще не так страшно, как нравственное зверство. Даже подкованная девка, в сущности говоря, терпима. Конечно, я говорю о сравнительной жестокости и хочу сказать то, что перенеси эта девка операцию подкованная, она стала бы жить калекой, как мужик с выжженными глазами. «Так я говорю». Вопрос был обращен к благообразному старцу. Точно желчный господин хотел выстрелить в него. «Обнакновенно», — бормотал старец, напрасно стараясь проникнуть в скрытый подвох. «Темнота, вот что». «А позвольте узнать, что вы называете темнотой?» — прицепился желчный господин. «Очень просто. Когда человек не полированный. Вообще». «Понимаю. Только, по-моему, совершенно наоборот. Полированный-то человек и выянет из вас душу. Про дело Миловзорова слышали?» — обратился желчный господин уже ко всем. «Ну, конечно, слышали. И в местной прессе было напечатано в качестве слуха. Да-с-с». «Только все это дело публике неизвестно вполне. А я могу его рассказать». — Господин, позвольте, — азартно вступил соблагообразный старец, — про это-ка это дело сторонним людям даже и разговаривать-то невозможно, потому как промежду мужа и жены один бог-судья. Да-с, это даже и в законе сказано. — Ежели, например, девица не соблюла себя и вдруг под венец... — Это хоть кого касаемо так не вытерпит. Таких-то вроде топить надо. Вот что, прямо будем говорить. — Нет уж, извините, — закричал желчный господин, поправляя начинавший давить его ворот крахмальной сорочке. — Никакой зверь так не сделает, как ваш практикованный и полированный человек. — Ужаснее всего то, что ваш Миловзоров ничего ужасного из своей особы не представляет. Самый обыкновенный средний человек, да. Я его давно знаю. Как, ты даже играл не один раз. — Совсем приличный и скромный человек. Хорошо-с. Так вот стукнуло Миловзорову сорок лет и вздумал он жениться. — Есть свой небольшой капитальчик, есть место какого-то доверенного. Ждать больше уж и нечего. Значит, остается жениться. Стал высматривать невесту и нашел подходящую. Семья большая, девушка красивая и на возрасте, а приданного нет. В гимназии учился, а тут и у родителей жила в каком-то заводе, где и женихов нет. — Поговаривали про нее, что была какая-то у ней любовная история, и женихи обегали ее. Хорошо. Все это Миловзорову на руку, конечно, потому что не полюбвишь, восемнадцатилетняя девушка пойдет за него. Присватался. Девушка в слезы, а родители рады пристроить ее. Но поплакала, погоревала, а потом родные, конечно, уломали ее. Миловзоров радуется, что на склоне лет такую красоту заполучил. Скрутили свадьбу, гости разъехались, молодые остались одни. Что у них было неизвестно, а известно то, что утром Миловзоров потребовал почтовых лошадей, выгнал жену буквально в одной рубахе на дорогу, дал заряженный револьвер, из которого посоветовал застрелиться. Она тут же в спальне записку написала, что, мол, прошу в моей смерти никого не обвинять. Одним словом, все по форме, полировано. Вот и едет несчастная женщина неизвестно куда. Нет, она, конечно, знает, куда едет, потому что и записка написана, револьвер в руках. Родителям нельзя и носу показать. Муж прогнал. Одним словом, некуда ей идти. Вот этой вот самой женщине с револьвером. Она виновата. Это правда. Но, может быть, она надеялась, что муж ее простит, да просто пожалеет ее молодость. Мало ли, на что надеялся человек. И вдруг она видит, что ей в восемнадцать лет ничего, кроме смерти, не осталось. Будь она потерянная женщина, так она нашла бы утешителя. А тут другое. Душу вынули из живого человека в одну ночь. Ведь Миловзоров не без греха прожил до сорока лет, а жене не мог простить. Сидит она с револьвером, колокольчики позванивают, звенит у ней в голове. И чувствует она, что кромешное зверство кругом. И тот человек, который обманул ее девичью неопытность, и молодой муж, и родители. Все звери, один к другому. Целую станцию так она, бедная, ехала и все думала. А потом приехала на постоялый двор, забежала куда-то в конюшню и бац из револьвера. Только рука дрогнула. Не насмерть первая пуля. Пожалуй, еще живешь. А на второй раз бац и в третий. Так и кончилось. — Сама виновата, — заключил седенький старец. — Конечно, виновата. Никто не спорит. А вот вы, например, не имеете греха на душе. Может быть, мы-то с вами в тысячу раз хуже ее. Не может быть. Наверное. И все-таки живем. А все потому, что и сами озверели. Да. Ведь Меловзоров душу живую убил. И ничего. Он служит на старом месте. Его терпят. И главное, он сам себя терпит. Даже больше он считает себя правым. Потому что и другие практикованные люди считают его таким. Он может спать, есть, пить, разговаривать с другими и даже, вероятно, женится во второй раз. Ведь такому зверству нет имени. Нет меры. Если бы он убил ее сам, так это по нашей жестокости еще понятно. Как подкованная девка. Но Меловзоров побоялся ответственности и довел несчастную, восемнадцатилетнюю женщину до того, что она сама себя убила. Людоеды покажутся младенцами перед таким полированным человеком. Это был третий рассказ из серии Дмитрия Мамина Сибиряка. Сибирские рассказы. По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить, стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, что это на серию Мамин Сибиряк. Сибирские рассказы. Номер карт. 4817-7603-1059-6071. Это Сбер. 2200-7001-7829-8104. Это Тинькофф. Также будет ссылка на Бусти и номера всех карт в описании. Плюс 7901-715-2788. Мой Ватсап. Вы можете обратиться ко мне, заказать рекламу или поздравления для своих близких. Получается очень круто и незабываемо. Это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост. Это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами, моими меценатами, мы делаем аудиокниги бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов.